Без кручения, это изоморф на ZD, и одна из ключевых теорем есть, которая еще в 1976 году, что, по-моему, было доказано, что если A содержит SD, то есть, например, D, это симплекс в размерности D, то есть, или, грубо говоря, можно сказать, что афинная размерность множества A – это D, то есть его нельзя поместить в подможество афинной размерности D-1. Тогда мы уже можем сказать, что это множество сумм как минимум в D плюс один раз с одной поправкой растет. То есть мораль этой истории такова, что если мы знаем, что в нашей множестве A есть какая-то многоразмерная структура, в этом конкретном случае симплекс, то мы можем сделать оценку, которая лучше, чем в обычном случае. То есть в случае, например, с арифметической прогрессией или просто когда мы BZ делаем, у нас, в принципе, размерность один, мы толком ничего не можем сказать. А если у нас, например, Z в десятой, то уже мы можем делать более хорошие оценки. В этой статье главная идея состоит в том, что вот это свойство, что A содержит какую-то структуру, можно рассматривать в более общем контексте, а именно можно взять и определить для любого множества U некий функционал. Ну и точно так же можно делать то же самое, только если, например, мы рассматриваем множество одинакового размера и в конце концов тот же самый функционал, но где у нас просто только одно множество вычувствует. И у нас уже есть некоторые начальные сведения, что если в качестве U взять вот этот симплекс из D плюс одной точки, то у нас уже есть как минимум какие-то непривиальные оценки. И в приложениях такая штука достаточно полезная. Но оказывается, что напрямую вот с этим альфа работать довольно сложно и напрямую точно его оценить практически никогда не получается. То есть даже для каких-то простых ситуаций, когда U это куб, гиперкуб, да, там размерности D, мы можем его оценить каким-то образом, но точную оценку мы не знаем. Ну, по крайней мере, мы не смогли вычислить точно. Асимптотику по D там будет скорее всего какая-то константа в степени D, да, и вот эту константу в степени D даже для гиперкуба не очень понятно, как вычислить. Да, ну, не говоря уже о том, чтобы точно вычислить. Но вот для этой беты, которую я сейчас напишу, это постановится induced tripling, то есть если это doubling, да, то есть мы удваиваем наше множество, то мы можем сделать... такую конструкцию. И точно так же там можем сделать со штрихом, когда A то же самое, но A и B одинакового размера и с двумя штрихами, когда... Ну, на самом деле, вот эти два функционала нам особо не понадобятся, то есть я их скорее сразу сотру, но более интересная штука будет, на самом деле, с Гёльдером, то есть то, что мы называем BTP, и это то же самое. Ну, и понятно, что бета — это просто бета-два. Так вот, оказывается, что для вот этого бета можем довольно много посчитать точно. А с другой стороны, альфа оценивается через бета с точностью до константы в одну сторону и с точностью до квадрата в другую, поэтому там через стандартное неравенство, которое я потом дальше напишу. И поэтому для приложений оценки для бета, особенно точные, как правило, уже достаточно для того, чтобы много что сказать. Здесь A и B абсолютно любые. То есть в каком-то смысле эта бета показывает, насколько это такой amplification factor, то есть мы можем добавить любые два множества, это точно же как-то вырастет. Ну и главный, собственно, наш... Это не двигается, да? Результаты, это все статьи. А мне-то второй, да, здесь? А, нет, есть. Класс. Для того, чтобы сформулировать главный результат статьи, мне нужно сейчас будет ввести определение, то, что мы называем квазикубами. Это некоторое обобщение гиперкубов. Что такое квазикуб? Это будет рекурсивное определение. То есть вот у нас есть наше множество U, и нулевой размерности квазикуб – это просто точка произвольная, просто синглтон. А D, размерный квазикуб, это такое множество U, что существует такая подгруппа. Так что U содержится в двух кассетах. И если мы сделаем restriction на каждого этих кассетов, то это будет квазикуб размерности D-1. Чтобы всем было видно. Давайте я сделаю пример, как бы, чтобы указать… Это могут быть разные гиперкубы, чем кубы. Да. В этом и основное различие, что в гиперкубах у нас все одновременно. То есть пример, да, как выглядит. В размерности 2 любая трапеция – это 2 куб. Да, потому что если мы напишем в координатах точки, то у нас там будет, например, здесь 5, здесь, например, 1, 2, 3, 4. То есть у нас сначала мы, например, можем взять вот эту проекцию. То есть у нас будет вот это наше четырехточечное множество U. Оно содержится в звездочку 5 объединить звездочку 3. А потом каждая из вот этих линий она, в свою очередь, линия. И, собственно, она, естественно, тоже есть одномерный квазикуб. Но при этом, в отличие от квадрата, который там обычный квазикуб, у него вот эти стороны не обязательно равны здесь. Они могут быть разные. И поэтому это намного более такая гибкая структура. Еще можно визуализировать это двоичным деревом. То есть если смотреть на первую координату, то у нас есть два варианта, куда продолжить дальше. Если мы смотрим на вторую координату, у нас тоже максимум два варианта, куда мы можем продолжить третью координату. И так далее. При этом каждый раз, когда мы здесь продолжаем координаты, эти опции могут быть разные в зависимости от того, в какой мы ветке. Понятно, как строится это? Одномерный квазикуб – это отрезок? Одномерный, да, это отрезок. То есть любые две точки. Ну и главная наша теорема заключается в том, что не только мы можем эту бету вычислить явно для любого квазикуба, но и для любого подможества квазикуба. Надо какое-нибудь более пафосное место для этой черепа выйти. Что? Продолжение следует... Что β – это просто размер множества v. И очевидно, что вообще для любого множества это самое большое, что может быть. Потому что если мы возьмем совершенно произвольное множество, в качестве a и b мы можем взять просто нули, и тогда у нас будет размер нашего начального множества. Так вот, оказывается, что для любого множества квазикуба вот это β – оно и есть. Мы сами верим на неравенство, что размеровка с b плюс v хотя бы… Да. И… А что с p? С p тоже можно доказать оценку, которое звучит как… Где… Это константа cp, это леницы, а d – это размерность. Основной бонус вот этого равенства или неравенства в том, что он вообще от размерности не зависит. И это очень важно для приложений, потому что до этого, для того чтобы что-то сказать про множество, очень важно было понять, какая его размерность. И в приложениях, как правило, нет нормальной оценки на размерность. Просто у нас есть некоторое множество, которое мы куда-то вкладываем. И это внешнее пространство может сколько угодно быть большим. Эти оценки зависят исключительно от размера. Ну и как, а с другой стороны, вот эта бета-п, она хорошо работает, когда нам нужно оценить что-то для множества а и б разного размера. И мы в качестве бонуса получаем неравенство Бруно Минковского для множеств, которое до этого было известно только для гиперкубов в отдельной статье Грина и Тао. То есть мы получаем, что если В это подможество а и квазикуба, бывает, то мы можем написать, что... Такой дискретный вариант... Это дискретный аналог. До этого он был известен только для случаев, когда В это полный гиперкуб, и это было в работе Грина и Тао 2006 года. И, собственно, их результат был доказан совершенно другими методами, и для них было очень важно, что это именно гиперкуб, потому что они фактически оценивали вот эту штуку как меру определенного множества. Но если у нас В имеет какую-то совершенно нерегулярную структуру, совершенно непонятно, как размер дискретного множества можно оценить через меру. И поэтому стандартные методы, типа классического неравенства Бруно-Менковского, они не работают. И что-то в таком духе требовало совершенно нового подхода. Собственно, это было одной из мотиваций здесь. Оценка точная, если бы не очень большая? Ну, если... Честно говоря, я не знаю. Возможно, для маленьких В можно сделать что-то лучше, потому что вот эта оценка, скорее всего, бывает улучшена для бета-П. Наверное, для В, которая меньше, чем половина этого куба, это просто бессмысленно, да? Потому что оценка, что это хотя бы максимум из А степеня до бета и В степеня до большей вид, да? То есть это интересно, когда В это почти целый куб, да? Ну, на самом деле, когда В маленькая, проще, лучше использовать одну из этих штук, да? Потому что вот эта оценка — это следствие вот этой, оптимизируя параметр П. Да, просто нужно там понять, какой ПЛ самый лучший, и подставить вот туда, и получится как раз вот это. Поэтому, когда В маленькая, то, да, эта штука вообще бессмысленная. А вот, например, такая или вот такая, в принципе, вполне. И теперь я скажу примерно, какая идея, доказательства. И оказывается, что для того, чтобы делать индукцию по размерности, нужно ввести еще один функционал. Некоторую функциональную форму этой бета. Для этого сначала небольшое отступление. Потому что первым делом мы вводим то, что называется max свертка двух функций. Обозначается звездочка с чертой. У нас есть две функции на нашей группе G. И мы вводим в определение эту max свертку как обычную свертку, только вместо суммы максимум. И одно хорошее важное свойство, что если у нас F – это индикатор какого-то множества, и G – это индикатор какого-то множества, то у нас F – это индикатор какого-то множества. Есть такое равенство, и поэтому мы можем оценивать множество сумм просто как носитель функции с этой сверткой. Но с другой стороны, когда F и G имеют призвольные значения, это дает больше пространства для маневров. И сразу же можем ввести соответствующий функционал, который мы говорим, что у нас теперь уже есть функция. Не отрицательная. И для простоты мы можем считать, что у нас все функции с конечным носителем. И аналогично можно ввести Гюльдера. Ну и чтобы все это было, все имело какое-то значение, оказывается, что это не очень сложный факт. Но важно в этом контексте, что у нас всегда выполнено такое равенство, что мы эту бету всегда можем просто переписать как гамму от соответствующей индикаторной функции. В одну сторону неравенство очевидно, а в обратную сторону оно следует из неравенства прикопа Лейднера. Ганкам опять тоже самое, но с функциями, да? Угу. И к чему мы называем что-то одно и то же, да? Угу. Это в смысле из дискретного прикопа Лейднера, да? Угу? Это из дискретной версии неравенства прикопа Лейднера, да? Нет, из обычной, из непрерывной. Там… Я не понимаю, у нас же функция на губке, а пиков Лейднера там… Ну, там нужно… Там нужно его применять с хитрым функциям, которые непрерывные. А, окей, конечно. То есть там… Это не очевидное неравенство, просто оно как бы не очень… Я, наверное, даже могу его рассказать, потому что оно довольно короткое. Не, ну смотрите, если не собирались, можно отложить… Ну, еще вроде много времени. Ну… Ну, вот так… Ну… Ну, что, наверное, оно достаточно показательное. Да. 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 Основной трюк заключается в том, чтобы рассмотреть не сами функции, а их распределение. то есть… Пусть будет скетч с неполной. То есть мы рассматриваем функции распределения, а именно… это множество, которое… Это функция, которая имеет параметр t, а возвращает множество. … Это все для v, давайте я перепишу для v. то есть мы хотим доказать, что btp от v… То есть мы знаем btp, а хотим оценить, кому как… то есть мы можем… Это сверху, который сейчас проектов. Да. И точно так же мы… Это множество таких Z, чтобы вот эта тройная свертка была больше либо равна T. То есть S, а T это? Это множество. Да, это множество. Да. И точно так же. Формула для K мы видим, что внизу внутри два норма не F, а H. Старая формула, которую давно определяем. А, да, спасибо. Нет, почему? А, нет, здесь все правильно, потому что A, A. А здесь H, да. Да, все правильно. Спасибо. Да, да, конечно. Ну и так же мы G от T определяем. И H от T. Ну и тогда мы для любого U и V знаем, что G от U плюс H от V плюс наше множество V содержится S от U. В смысле там это будет больше неудобно U и V. И так как по определению у нас H это теперь индикаторное множество, то собственно на всех сдвигах из множества V у нас будет как минимум U в этой свертке. И, следовательно, это включение будет верно. Ну, из этого следует... То есть мы теперь можем применить нашу beta, что... А это как раз уже что-то, что очень сильно напоминает условия для прикопа Лейднера. То есть у нас есть три функции, и мы знаем, что если это переписать... То есть вот это просто константа, да? Если это переписать немножко в другом виде, то у нас будет ситуация, когда у нас для любых двух чисел U и V есть оценка в духе... Давайте, чтобы не путать... И тогда вариант прикопа Лейднера говорит, что вот если у нас есть такое, тогда... Так. 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 А это, в принципе, то, что нам нужно после подстановок манипуляций. Ну и основной трюк в том, что мы от дискретных мы переходим к почти непрерывным функциям. Ну, как измерим, ну, в общем, короче, да, в понятном постарстве, да. Ну, не находит. Да, хорошо. Так, ну и... У тебя можно будет вопрос? Угу. Вот если вы максимум там замените, ну так, понадобите привычную работать с обычной сверкой, то, когда вы меняете просто носу, то есть нельзя как-нибудь эти две сверки проинтриполировать, чтобы, ну, максимум, что это типа или бесконечность нормы, в обычной сверке что-то типа или один нормы, а нет таких неравенств промежуточных. Ну, у нас тут... Ну, наверняка, наверное, можно что-то доказать, но у нас изначально задача была связать это с бетой. То есть это, вероятно, будет какой-то другой функционал от множества. И, наверное, что-то из этого можно будет сделать. Но тут скорее получилась ситуация, когда у нас есть какая-то прикладная задача, когда нам нужно было оценить размер множества. И в итоге оказалось, что проще работать с функциями. А как бы, что получится, если провести обратную аналогию, не очень понятно. Наверное, какие-то оценки будут, но это будет какой-то не очень естественный, возможно, функционал от множества самого. То есть что-то другое, нежели его размер. Собственно, на самом деле, главной оценки-то пока еще нет. Как вообще доказать условия для стратегии для квазикуба? Оказывается, что для того, чтобы доказать это все для произвольного квазикуба и его подможеств, достаточно иметь оценку на гамму от функции, которая носитель всего из двух точек. А потом доказать некоторое свойство тензоризации, из которого будет следовать индукция. То, что называется тензоризация. Я, собственно, сейчас к этому и перейду. Идея в том, что если у нас есть наше множество многомерное, то есть носитель функции h, и мы можем вычислить гамму на каждом из слоев. А слой это то, что будет, если мы зафиксируем одну какую-то координату и рассмотрим прообраз проекции. То тогда вот эту гамму от всей функции можем заменить на гамму от одномерной функции, где каждое значение заменено просто гаммой всего слоя. Сейчас я это напишу. Да, но только в теореме Фубини у нас там все слои здесь одинаковые, а основная сила здесь – это и то, что у нас разные значения могут быть. Но в целом да, в целом как теорема Фубини. Сейчас я напишу. Это, возможно, будет проще переварить на языке математики. Вот наша группа, вот у нее есть сабгруппа h. И у нас есть еще фактор группы. Ну, можно просто думать, что g' – это, скажем, z в степени d-1, g – это z в степени d, а h – это просто z. И у нас просто проекция на одну из координат. И у нас есть естественная проекция – фи. Естественный гомоморфизм называется. И мы можем определить фуллбэк, видимо, это называется. то, о чем я говорил. То есть, если у нас есть проекция, у нас любое множество всегда распадается на слои, если мы посмотрим на то, куда она живется. И на каждом из слоев мы можем вычислить гамма P, просто сделав ограничение на этот слой. А все равно, в каком гамму считать во всей группе, не только в слое? Вот эти вот функции же брать. Формально это может подлежить z, d, а в гамму z, d или z? Да, это на самом деле очень хороший вопрос. И в целом есть проблемы, если у нас группа произвольная, что вот эта гамма и бета, и альфа, она, вообще говоря, теоретически может зависеть от внешней группы. Но если у нас нету кручения, то тогда можно показать, что все эти функционалы, они не зависят от объемлющей группы. Поэтому, да, в общем, нам не важно, в какую группу мы это вкладываем. Так вот, утверждение теоремы в том, что мы можем нашу начальную функцию оценить через функцию, которая у нас определена на слоях. То есть вот эта функция, она определена на g, а это определено на g. Ну, если у нас так окажется, что у нас вот эти все f-гамма одинаковые, тогда мы там можем что-то сказать. Сейчас я перепишу это на языке множеств, и, возможно, это будет более интуитивно, ясно. Потому что так, лично мне, ну, это довольно тяжело воспринимать. Давайте посмотрим, как это выглядит на языке бета. Если у нас в качестве наших функций, это индикаторное множество. Так, сейчас я не буду тут ссокотаться. Да, вот. То есть это как следствие, вот пусть у нас просто будет прямое произведение двух групп. Это, как правило, и так у нас есть. И вот у нас здесь множество u, которое выглядит как и vx – это g2, а x – это v. То есть у нас есть некоторое множество v, которое g1. Так вот, оказывается, что тогда мы можем эту бету переписать, как, оценить, как бету от базы, v, на минимум беты на слое. Там видно с дальних рядов вообще, что тут написано? Тут уже… Ну и это первый ингредиент, собственно, доказательство всей нашей штуки для квазикубов. То есть что мы собираемся доказать? Мы собираемся доказать, что гамма от любой индикаторной функции на подможестве квазикуба, она оценивается как размер этого множества. И тогда мы сможем тут же сказать, что для беты такое верно. Но при этом… Да. Я не знаю, насколько это сейчас видно, но давайте, например, я докажу вот это следствие для того, чтобы было понятно, почему это, собственно, важно. Пусть у нас вот это наше множество индикаторное, тогда… что-то не видно. вот здесь видно, что написано. Да. В случае, когда у нас наша функция f это индикаторное множество, тогда у нас мы можем написать это все через бета, вот эту теорему, это будет следовать, что… здесь у нас будет равенство, как мы знаем, а это по теореме будет больше, чем… … … … … … … … Потому что вот эта вот В гамма она будет Просто в каждой точке Как минимум-минимум Этой штуке Те, кто не очень понял, что происходит Я пытался объяснить, почему вот эта теорема Которая позволяет нам смотреть только на слои Позволяет нам не только работать с функциями Но еще и переписать это на язык множеств Которые сами распадаются на слои А не только с функциями И наконец последняя часть Всей этой истории заключается в том Что окей, мы теперь знаем Что мы можем разделять наше множество На эти куски Для того, чтобы замкнуть весь этот процесс Нам оказывается При этом понятно, что надо знать только функцию От двух точек Потому что тогда мы каждый раз сможем их расщеплять В каждом слое на два Бесконечное количество раз Сколько нам нужно Поэтому Теперь ключевым И самым Наверное, не Тривиальным местом В всей этой истории Будет следующая теорема Которая Выглядит не очень страшно Но Оказывается, ее достаточно непросто доказать То есть У нас есть функция Которая принимает ровно Два Значения H от нуля Это единица А H от единицы Это дельта Во всяких других В местах Она ноль И теорема состоит в том, что Гамма От вот этой функции H Равняется Один плюс дельта Это неважно То есть Она может быть На любом Зат в степени Д Но Единица Единица Некая дельта Просто больше Нуля Это параметр Какой единицы В ZD Это Собственно Ноль Ноль И Один Да Так вы сказали Что в первом ZD или Z Наверное Общая теорема Да Можно думать Про Z Это А в остальных Точках Да Да То есть Можно Просто считать Что это все В Z То есть А гамма Потерялась Уже В последние Гамма Я могу Напомнить Это Infimum В G Вот этой Вот Конволюции Ну Здесь Либо П Либо Двойки При любом P Да Это Один Чисто Нет При P Сейчас скажу Там будет Немножко Другая Оценка Но Она Просто Почему Здесь написал Гамма Потому что В случае Когда P Равняется Двойке То есть В обычной Гамме Мы можем Точно Написать А когда P Что я потерял Да Что для Это у нас Гамма P Для Гамма P Неужто Эти ФГ Явно Не предъявляют Предъявляют Оценка Снизу Правильно Да Больше Чем Один Дельта Это Понятно Да И при этом Максимум Происходит Когда F И G Это Геометрические Прогрессии С Частным Дельта Неперяльно А Неперяльно Оценка Существенно Тоже Неперяльно Да, потому что это всегда больше либо равно один плюс дает, тогда? Да, вот это сложнее. А пример-то привести, ну, вот, видимо, он тоже не очевидный. То есть пример это генетически поменьше? Не, ну, пример обычно всегда можно взять просто функции, которые в одной точке единица, и тогда получается всегда как минимум... То есть у нас всегда должна быть оценка, что гамма — это как минимум один норма функции. Сейчас, тогда, почему эти геометические прогрессии? Нам надо доказать, что это хотя бы один кто стоит, да? Так, а что делают геометические прогрессии? В смысле, для них тоже один кто стоит, это имеется в виду? Нет, в смысле, что для всех, которые не геометрические прогрессии, гамма будет больше. Вот эта вот штука... А, в смысле, в случае оптимайзеры? Да, да, это оптимайзер. Точечные, но и... Ясно, да. То есть кроме интериальных оптимайзеров, есть еще вот такие? Да, есть, собственно... Они... При этом неважно, где мы их обрубаем, то есть это... Они существуют только на дельта-целы? Нет. Почему? Это же просто любая функция. А, это любая функция на R, не на Z, то есть на M. Нет, это я написал их в таком виде, что это функция, вот это в нуле, это... А, все, ясно. Значение функции всегда были на R, да? Да. А определены они на Z? Как будет геометрическая прогрессия, что-то какие-то характеристики функции. Ладно. Что это? Вот это F от нуля, это F от единицы, и так далее, это F от R. Точно так же это G от нуля, это G от единицы, это G от S. А везде нулей. А, ну понятно, что как раз в этой свертке максимум получается... Да, да, он всегда один и тот же, потому что если мы там, да, посмотрим, чему будет равняться тогда H, то это как раз будет дельта в степени T плюс S. В смысле? Ну, там... В смысле T. Да. Просто T, по-моему. Ага. Ну, это неважно, потому что вот наша, эта гамма, она линейная, поэтому можно всегда сделать рескейлинг. Ага. Не линейно, а что это на жизни просто? Ну, да. Ну, то есть ее можно всегда отскейлить, если нужно. Просто потому, что вот здесь все линейное. Да. Ну, в смысле, там, в смысле, там, ну, в смысле, там, ну, в смысле, там, не важно, кто больше аж от единицы, да? А, ну да. Это как и скейлинг не изменится. Да. Ну, и у меня там уже немного времени остается. Я просто расскажу основные этапы, вкратце, как это доказывать. Первым делом мы доказываем лему, которая показывает, что неважно, что мы можем без умоления общности считать, что значения f и g строго не убывают. Если мы их расположим как от 0, 1, 2, то можно считать, что всегда найдут функции, которые минимизируют, и у которых идут не убывающие значения или невзрастающие. Надо, наверное, на персонал взять, да? Да, нужно просто посмотреть, как устроен этот макс и понять, что всегда можно правильным образом переставить. Второй этап – это индукция по размеру носителя одного из минимайзеров f и g. То есть там можно и… А мы снижением предполагали, что они конечные? Ну, это… Достаточно, наверное, доказывать неравенность, сколько они конечные. Да, достаточно доказывать, что они конечные. И достаточно, естественно, считать… Досмотреть только на те, у которых норма единица, поэтому мы можем считать, что они там все компактны. И потом нужно посмотреть, как вот эта один норма ведет себя, если мы эти функции f и g будем немного пертурбировать на ε. Основная сложность состоит в том, что так как у нас вот эта вот макс-конволюция здесь, то не сразу очевидно, каким образом… То есть если мы немного меняем f и g, то вот эта вот макс-конволюция – это не совсем гладкая функция, поэтому напрямую производную взять не получится. Нужно сделать хитрую пертурбацию, чтобы это изменение было гладким. Тогда можно будет смотреть на производную, и тогда получается, что как раз либо мы можем уменьшить, либо изначально у нас был не самый оптимальный. Окей. Ну и все, у меня вроде премия закончилась. Спасибо. И слева голоса. Ну, тогда, давайте, не стоим за точку еще и продолжим. Спасибо. Спасибо.